расскажите о самом глупом человеке на вашей памяти какая история идеально раскрывает всю его тупость помог клиенту донести его покупки до парковки он какое-то время не может открыть машину я шутя спрашиваю его ли это вообще машина он немного попятился посмотрел на нее и говорит ой нет не моя и пошел другой машине другого человек это сломался матрица дала сбой по цвета и марки чтоб вы понимали на парковке всего было три машины а вот это тогда очень странно действительно что но возможно человек просто был уставший загружен какие-то мыслями и вообще возможно возможно я загружен мыслями сейчас чтобы не болеть и очень надеюсь что завтра горячую воду дадут я надеюсь что и дадут с ночью ну да чтоб утром она была я был на вечеринке с пацаном с моей школы он спросил у хозяйки хаты может ли она подарить ему свой набор для тату она ясное дело ответила нет он ушел через час вернулся в лыжной маске и потребовал этот набор на следующий день его арестовали невообразимая тупость ограбление уровня skyrim господи почему он такой совсем идиот реально а а у нас тоже такие бывают чел короче хотел из по моему с тамбура что-то спиздить украсть вот и а там камер видеонаблюдения он такой пришел попробовал тащить вспомнил что камера посмотрел не ушел в свою квартиру надел маску и вернулся в той же одежде и украл отсюда оттуда же из квартиры вернулся и забрал тамбур ты имеешь ввиду вот этот когда у двух квартир тамбур ну да точнее он из тамбура но там получается где-то на пятачке стояла то ли самокат то ли читают а то есть банальных самокат соседей спер которые живут рядом с ним да идиот господи ограбление уровня skyrim смотрю у тебя тут много огненных солей в магазине сколько ты говоришь они стоят о нет у тебя ведро на голове что происходит да 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 его тупость легко объясняется одним случаем мы были в тире его ствол заклинило чтобы посмотреть что с ним не так чувак загляд господи это мув уровня этого премии дарвина ну в дуло мой брат также затупил с винтовкой для пейнтбола было жачно когда наш инструктор удивленно сказал никогда бы не подумал что мне придется это говорить но никогда не заглядывай в дуло заряженной винтовки мне кажется его вера в человечество тогда пробила очередное дно а мужик между прочим зарабатывал тем что устраивал мальчишники ясно я почти что начал встречаться с девушкой которая думала что солнце и луна это одно и то же скорее всего это влияние покемонов тогда бы я еще понял но нет она считала что луна это задняя часть солнца господи на это жопа солнце так и запишем голая задница голая лысая бугристая задница это про мою сестру она выцарапала у себя на руке свастику осуждаю о боже она даже не была симметричный зиг фэйл у нас была менеджер по имени роксана роки блондинка с отбелинными волосами она прямом смысле осветляла волосы отбеливателем о потом удивлялась почему они ломались выпадали которая получила работу только благодаря тому что я папочка был владельцем ресторана руки была помешана на своей внешности и больше ее не интересовало ничего один раз она подошла ко мне и моей коллеги и сказала что она сделала себе пластику носа чтобы ее будущим детям не пришлось мучиться с таким же носом как у нее генетика такая ну да нужно пошла я нахер как гораздо было бы логичнее выбрать это мужика с маленьким аккуратным носик ну да ну или выходить замуж за гуля у которого носа нет это же так работает да ты вспомнил тот самый этот фэйл где китаец короче какой-то азиат женился на девушке очень красивая а потом у них родились уродливые дети да да это было все рекламная кампания за этой херней ты девушку которая на самом деле была моделью за хейтили поверили охеренно рекламная кампании это рассказывает и каждый раз обнуляешься не помню серьезно вообще вот в ази вообще абсолютно не помню куда только не перевозили еще этих несчастных людей плане ну в плане того что это типа япония или типа корея на самом деле это китай даже по мне материковый китай так вот она хотя бы понимаешь даже об этом задумалась о том что ну какая-то не взаимосвязь возникла между ее внешностью и внешностью не детей ну как бы что-то зашло в какой-то момент не туда она не прикалывалась мы с коллегой переглянулись между собой и просто ушли мы знали что что это всем все работает там же можно все но да нет смысла есть что-либо объяснять я уже постил эту историю раньше но этот трет кажется отлично подходит чтобы написать ее еще раз одним прекрасным вечером во времена старшей школы меня с другом позвали на вечеринку я тогда еще не водил поэтому за мной заехал друг пока мы добирались до туда все было отлично однако на обратном пути его тормознул коп съезжая на обочину я сказал корешу что притворяюсь спящим так как я был пассажир так вот слышно как коп вылезает из своей коповской тачки подходит к нашей тачке останавливаются окна но ничего не говорит я чувствую на себе яркость его фонарика но не слышу чтобы он или мой друг проронили хоть слова больше спящим притворился по ходу по ходу да у меня есть ощущение что мы где-то это эту историю уже видели или что-то подобное после того как на мой взгляд прошла целая вечность я не сдержался и все-таки открыл глаза чтобы проверить что происходит и в тот момент увидел как мой друг тот что за рулем притворяется что он тоже спит да я тоже не очень понимаю боялся что вы копы спрашивать что-то будут подруга моей сестры 20 лет была беременна как-то раз она пожаловалась что роды изуродуют ее вагину и я в шутку сказал кто знает может он родится и задница на что она ответила что ты имеешь ввиду они оттуда тоже появляются я думал что она прикалывается поэтому подыграл ну да шансы 50 на 50 в итоге она решила что я это серьезно и пошла к своему врачу чтобы уточнить у него откуда появится ребенок из вагины или из жопы ну вообще до шанс 50 на 50 появится ребенок из вагины или из жопы вот она из жопы вылезла сто процентов до была одна девка с которой я работал пока ее не уволили один раз приходит на работу со сломанной рукой и заявляет что ее парень толкнул ее во время ссоры в результате чего она упала мы все распереживались за нее но через неделю она пришла и сказала что пырнула его во время ссоры в ладонь чтобы отомстить за сломанную руку потом через несколько недель она рассказала всем что пыталась в тайне забеременеть ее логика была такова что если она забеременеет то ее безработному бойфренду придется найти работу и помочь ей с оплатой аренды в конце концов она реально забеременела и парень бросил ее к сожалению такие истории не редкость какая же глупая девушка на первом курсе мой сосед по комнате забил на один предмет потому что хотел побольше играть в свой playstation в итоге из-за этого ему не хватило несколько кредитных баллов для получения стипендий и его родители попали на 40 тысяч долларов наигрался в playstation кретин забил ну ты бы хоть как-то его не знаю учил мой бывший муж мы играли в камень ножницы бумагу чтобы решить кто пойдет менять памперсы ребенку играли до 2 1 раунд я показываю ножницы он камень я выиграл восклицает он второй раунд я показываю бумагу он показывает камень я выиграл снова говорит он вообще-то бумага бьет камень объясняю я его ответ нет камень бьет все я потратила минут пять чтобы уловить его логику наконец я спросила тогда в чем вообще смысл игры он абсолютно искренне чтобы было весело какой идиот хоть точнее его видимо кто-то будь здорова видимо его кто-то обманул в детстве объяснив это так и в итоге он до сих пор думал что это так и есть что веселого гений просто в первый раз когда я встретила сестру своего мужа она спросила у меня если ты канатка то как ты говоришь на американском ей на тот момент было уже 20 чел украл велик мин тормознул его избран а чё тут удивляться если люди англоязычных стран полностью которые сами вряд ли знают какой-то язык качестве второго считаю что все на этой планете говорят или должны говорить на английском и они реально злятся когда видят комментарии например на ю тубе которые написаны не на английском и пишу типа лишь приз до херевшие ребята это эта фраза вот это english please это уже какой-то мем честно говоря это какой-то не знаю подвид расизма что ли я не пойму ну да такое ощущение знаешь что типа находишься в какой-то превосходной степени если ты говоришь на английском и сейчас модно людей в знаете засирать за то что они говорят по-английски по-английски да у них не было возможности не было надобности научиться английском языку может быть он нигде кроме интернета им особо-то и не нужен такое бывает до сих пор представляете себе нет у них стимула учить английский знаете какие-то элементарные словесные конструкции ей на тот момент было уже 20 чел украл велик мин тормознул его и спросил откуда он у него он сказал что украл его честность стоп окей я работаю с парнем который искренне верит что он не умрет он также верит что врачи являются частью системы и что они врут тебе ради заработка и личной выгоды однако еще он верит восточную народную медицину и если вам интересен его секрет вечной жизни то он таков 6 сырых яиц в день и кето диета я хотела в качестве тупости еще привести ощелачивание организма и что суда лечит рак ну ладно там блять не то что рак почти все блять да 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 часть системы врут ради заработка личная выгода да 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 конечно отец моего друга ограбил банк в небольшом городке штата индиана это было то ли в конце семидесятых то ли в начале восьмидесятых за это преступление он 10 лет проторчал за решеткой и в тот же день как его выпустили он еще раз ограбил ровно тот же банк его снова поймали и он снова оказался за решеткой за 10 лет он так и не понял что грабить банки это плохо и все такое но самый прикол что моего друга это не чуточку не удивило он был такой типа давид так делают все отцы чего это понимаешь типичная история это уешной культуры просто реально таких людей дохерища как и отцов так и и сыновей которые они еще и будут считать что это круто пипец а эти челы которые такое украл выпил в тюрьму пожил таком принципе они не умеют жить на воле они просто вот не приспособлены они мажутся постоянно тем что не вот никуда их не берут на работу бла 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 хотя сейчас очень много способов работать и зарабатывать и даже не официально или официально или удаленно и никому не будет дело до твоей судимости если ты просто порядочный и опрятный человек если выглядишь таковым если есть кому за тебя поручиться даже если ты сидел потому что ну про просто мажутся тем что они ну их никуда не берут никуда не возьму да не просто ну извините это как бы плата за то что вы совершили ну да правда продолжение цель да вы свой срок отмотали на общество вам не сможет относиться по-прежнему надо было думать раньше но все равно если человек действительно хочет он сможет как-то выкрутиться есть люди которые если сидели то сидели однократно да а так блин по факту блин после десяти лет реально тут после года армии думаешь как это как жить эту жизнь а прикинь 10 лет но это его не оправдывает а тогда возможно действительно хотел обратно есть какие-то программы реабилитации в конце концов можно пойти в церкви допустим протестантские там этим занимаются реабилитации бывших заключенных и было бы желание действительно возможно действительно просто хотел обратно может он просто хотел сесть обратно некоторые заключенные которые сидят подолгу слишком привыкают к тюрячки и не могут уже адаптироваться к внешнему миру моя 24-летняя кузина она реально думала что другая моя сестра будучи вегетарианкой не должна есть крекеры форме зверюшек это было бы умилительно если вы твоей кузине было не 24 а просто 4 почему пешеходные переходы пищат это для слепых но слепым же нельзя водить однажды уходить пешком да когда я учился в средней школе мы с соседом играли в гитро хиро вдруг он спрашивает слушай а почему на желтой кнопке есть бугорок и я ни на секунду не задумываясь почему то ответил это чтобы слепые могли играть чтобы было понятно куда ставить пальцы мы оба приняли это за очевидное объяснение а мой брат тем временем сидел на диване и он такой говорит вы что совсем конченые как слепые могут играть в эту игру вдумайтесь хоть на секунду после этого я почувствовал себя довольно тупым ну по факту до бугорок что на клавиатуре есть бугорки что на геймпадах какие-то пометки что вот да на геймпаде guitar hero есть бугорок это банально для того чтобы тебе не осмотря было просто найти где эта клавиша типа вот и вот так поставят о f хотя честно сказать я никогда не пользовался чтобы ты от этого уже писал остальном ну типа да постановка пальцев самый глупый тип которого я когда-либо знал это дядя моего друга по имени фрэнки когда мы были малыми каждое лето я и мой приятель работали в страховой фирме его отца и вот один раз приходит дядя фрэнки и садится за комп ему нужно было написать электронное письмо это был его первый раз дело было в 2009 году в попытках найти символ эд для ввода имени получателя он спросил в 2009 году в попытках найти символ эд для ввода имени получателя он спросил как его найти у него самого не получалось я сказал ему что нужно зажав shift нажать цифру 2 он повернулся ко мне и с удивлением на лице уточнил но тогда ведь получится большая двойка прописная двойка это это смысле куда туда да понятно нет просто я все время для не даже не задумывался как правильно называется собака но как только называют где-то там на и колбасу называется наш типа краковской серьезно чел рассказывал вообще честно говоря это обиход нас хуяли она собака какого на месте собака на не о том как он бухой сел за руль разбился и убил своего друга сидевшего на пассажирском во время истории он периодически хихикал не то что тупым больной какой-то ублюдо ебать охуенно у юбок такие люди потом и продолжают это делать да у меня был коллега менты козлы права отобрали вообще его блять посадить надо блин психушку желательно пассажирском во время истории он периодически хихикал у меня был коллега по имени джеймс мы работали в макдаке и нам обоим было по 16 один раз когда он был пол в лобби по какой-то неизвестной мне причине он взял швабру и погнался с ней за компашки посетителей с криками я до вас доберусь его тут же уволили с головой учила мне кажется не в порядке что-то в старшей школе знал одного типа который был тем еще придурком лучшая история его тупости произошла когда его и еще одного друга тормознули менты вместо того чтобы вести себя как нормальный человек ему в голову приходит уморительная идея выйти из машины и рвануть со всей дури от ментов копы естественно идею не оценили и погнались за ним он пробежал пару кварталов после чего решил бежать обратно а вот эту историю я помню мы про нее слышали видели думаешь да да точно помню я точно помню эту историю не там была другая обратно он не бежал который бежал обратно я помню да не было этой истории там исто там история была с препаратами или так может и это не видела я видела я же смотрела по у ты до а стала мейнстримом возможно возможно поднял руки в воздух и заорал шутка копы конечно ничего смешного в этой ситуации не нашли они повалили его на землю и арестовали держите в уме то что это было еще задолго до ютуба и видосов с пранками так что чел делал это не для того чтобы набрать подписчиков или типа того он делал это потому что просто был кретином когда я был подростком я дружил с телом у которого был старший брат это был тупейший чувак которого я знал один раз мы видели как он полез с горячей зажигалкой в бензобак мотоцикла чтобы проверить что там внутри он пытался убедить нас что пламя от зажигалки недостаточно горячая чтобы поджечь бензин да 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 я бы я я чуть не сказал что пламя все одинаково горячее но нет оно не все одинаково горячее но горючие горючие вещества любое пламя подожжет даже самое слабое достаточно искры для пара бензина да другой раз мы спросили по поводу мощности ядерной бомбы челик твердо настаивал на том что такая бомба от силы может снести пару домов прежде чем я оттуда съехал его несколько раз арестовывали еще у него трое детей от двух женщин при этом мы все жили в трейлерном городке не могу сказать что это предпосылка к идиотизму но кому-то из нас удалось оттуда уехать а кому-то нет да капец да то что у него все все его характеризует как конченого идиота знаешь я замечал о том что некоторые люди живут в трейлерного городка вот это раз таки ну вот такого уровня жизни что некоторые люди не выбираются на какой-то более-менее такой приличный людской уровень жизни только потому что у них действительно недостаточно интеллекта ты разговариваешь ну это понимаешь что человека не было выбора его составили обстоятельства вот допустим там с уборщицами я допустим общалась и а есть люди которые ты с ними общаешься и понимаешь что у них мозгов недостаточно и недостаточно амбиции для того чтобы иншарагу хотя бы закончить и пойти работать по какой-то рабочей специальности и получать более-менее приличные деньги при этом они постоянно живут в долгах как шелках набирают микрозаймы и рожают в съем кучу детей еще и от разных женщин женщин и постоянно жалуются на жизнь на то что нет денег это что у них там ребенок есть пустой суп и кашу люди продолжают жить девяностыми просто такое себе спасибо за просмотр и и и и и и и